В результате проливных дождей в Люберецких домах участились протечки кровель, а вот в одном из домов и вовсе был испорчен капитальный ремонт. Кто виноват? Разбирались на выездном районном совещании. Собрались представители администрации городских поселений, а также управляющих и подрядных организаций. Девятиэтажный дом 38 на улице Калинина для проведения выездного совещания был выбран не случайно. На нем производится ремонт крыши. Накануне квартиры верхнего этажа были залиты водой. Пострадали потолки, стены, влага попала в электрощиты в подъездах, из-за чего сработала автоматика и отключился свет. Вот так накрываются здесь участки крыши в ходе ремонта мягкой кровли. Месячная норма осадков за сутки и такое покрытие не выдержала. Что стало причиной ЧП? Нарушение в технологии ремонта или аномальные проливные дожди? Участникам совещания пришлось разбираться и с этим вопросом. Работы в доме производит компания «Строительные технологии». И понятно, жители недовольны, высказывают недовольство и претензии, что абсолютно оправдано. И понятно, там, где ремонты делают организации типа ЛГЖТ, либо ЛУК, либо наши какие-то подрядчики, мы как-то можем повлиять. В данном случае данная организация, она пришла к нам через аукцион. Она нам неизвестна. Выигрывать на аукционе право на проведение капитального ремонта могут организации, лидирующие не по уровню своего профессионализма, а по причине самой низкой заявленной стоимости работ. Глава Владимир Ружицкий сообщил, что вопросы взаимодействия с такими подрядчиками он будет обсуждать на встрече с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В случае с домом 38 на улице Калинина представитель компании строительной технологии пообещал возместить ущерб пострадавшим жильцам. В данный момент все меры, необходимые по устранению недостатков, приняты. Недостатки устранены. Жильцами работа ведется. Материальный ущерб мы компенсируем жильцам. Глава Владимир Ружицкий заверил, что капитальные ремонты многоквартирных домов в Люберецком районе должны закончиться к концу сентября. Контроль над подрядчиками администрация ведет ежедневно, а такие выездные районные совещания проходят еженедельно. Вадим Акентев, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.